Вставляется вот так. Фиксируется. Здесь у меня замотан, я не буду отматывать сейчас. Это я предоставляю резцы. Они очень острые, чтобы не прикосулись железу к железу. Я начинаю оборачивать. Буравчик. Штырь входит в дерево, а сам керн получается вырезанный внутри. Потом беру экстрактор, вставляю вот сюда-сюда его, делаю несколько оборотов назад и вытаскиваю вот этот керн. И на нем считаю возраст дерева по годовым кольцам. Все зависит от того, какой величины годовые кольца. Если они крупные, их видно хорошо. Там кедр лет двести, по-моему. Если приросты очень маленькие, буквально доля миллиметра, я сканирую этот керн и уже считаю с увеличением, под увеличением на компьютере. Ну кедр сколько ты насчитал? Которого? Двести шестьдесят лет было. Нашего кедра? Да. Двести двадцать лет, плюс-минус там десять лет. А у кедра поменьше, где-то сто шестьдесят, по-моему, лет тоже плюс-минус десять лет. Нет, у кедра по младше, который... Александр, а можем березу там какую-нибудь проверить, да? Потому что там как раз прирост очень маленький. И вот, ну, очень сложно даже на увеличенной фотографии. Интересно все-таки там выяснить возраст берез, который вот наросли. Там проблемы есть. У них это очень плохо видно, как бывают годовые кольца. Там надо будет это их шлифовать аккуратненько. Смотреть. Бывает их еще окрашивают. Вот. Специально там есть красители. Отрошивают, тогда годовые кольца видно лучше. Но этот принцип можно сделать. Ну да. Ну просто вот насчитывалось там больше сотни. Хотя она вот такая вот вся из себя там. Вот. Сейчас же это есть, скажем так, предположение такое достаточно обоснованное, что найдено место лабаза. И там найдена та самая береза, где стояла палатка дятласа. Которая привязывается оттяжки. Вот она вот такая толстая. Вот я не хочу брать с нее керны. Я возьму... Логично рядом. Нет, даже не логично. Дело в том, что я беспокоюсь за сохранность. Потому что у лиственных пород вот эта дырка может спровоцировать гниение. Поэтому... А? Здоровый не найдешь. Нет. Там есть такие похожие березы. Я хочу найти рядом такую же примерно березу. Таких же размеров. Возьмем у нее керн. У этой березы. И можно будет посмотреть, сравнить. Вот. Ну... Для дерева это безопасно, а для хвойного затягивается? А для хвойного, а не ж вот видите, смола затекает все. В принципе, безопасно. Но я еще сейчас взял с собой специальный садовый вар. Вот. Буду замазывать все эти дырки. На всякий случай еще. Я грязью замазываю. А что значит термин опрашивают? Ну? Развучало слово опрашивают. Опрашивают. Ну или мне показалось. Окрашивают. Окрашивают. Окрашивают, да. Окрашивают, окрашивают. А какое расстояние? А если вот говорить о тройном дереве, которое вот совсем уже почти развалилось, то есть невозможно воспользоваться инструментом? Или там труха уже? Там нужна труха. Там уже... Там уже... Там уже... Там уже т graduated לאа. Там уже есть то. Там уже ничего оформление не был срилом. Но пока его все Et dezоватывали. Продолжение следует...